Итак, уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на очередном мастер-классе. И сегодня наш гость человек особенный, особенный по нескольким причинам. Во-первых, это наш коллега, профессиональный журналист, человек, очень долгое время работавший на крупнейших федеральных каналах, достаточно назвать первый канал, работавший во многих горячих точках, работавший с очень многими проблемами, которые потом становились резонансными, так называемыми, и по-прежнему еще волнуют историков, когда они исследуют, как же это все было подано журналистам, и каким образом это доносилось до общества. Вот как раз человек, который это делал. С другой стороны, это человек, сегодня являющийся, что называется, глаза и уши первого лица республики, пресс-секретарь президента. Человек, который находится все время рядом с ним и отвечает, собственно, за информационное сопровождение деятельности личности, которая сама по себе, да, олицетворяет республику. И в этом смысле есть уникальная возможность узнать и об опыте профессиональным журналисткам, и о том, как уже эти, как сейчас модно говорить, скилл, да, компетенции потом трансформируются и оказываются ценными в работе на высоком государственном уровне. Ну и узнать очень многое о личности, о том, что называется хобби, потому что творческий человек, он не имеет ограничений в своем творчестве. И вот у нашего гостя есть особые такие вот еще стороны жизни, о которых, я тоже думаю, мы сможем поговорить. Уже напрямую из первых уст вы это все узнаете. Я приглашаю под ваши бурные аплодисменты на эту сцену Эдуард Татаревич Шахарунин, пресс-секретаря президента республики Катарстан. Здравствуйте. Я могу даже стоять, наверное. Можно стоять. Оператор разрешит? Можно стоя, можно сидя, как вам комфортно, можно комбинировать. Давайте мы сразу в тему пойдем, поскольку последовательность моего вступительного слова была такова, что я начал с вашей журналистской деятельности. То есть то, что было в прошлой жизни, да, еще до того, как вы пришли уже в должность пресс-секретаря президента. Интересно, как вы в эту профессию вообще попали, как это все начиналось. И как лежит путь от момента, когда ты захотел вдруг стать журналистом, творческим человеком, человеком, профессионально ищущим темы, новости и так далее, их интерпретирующим, до, вот, скажем, крупного федерального канала. Как этот путь пролегает? Что делается и как это все может состояться? Я вот сейчас зашел и подумал, что несмотря на все прекрасные слова и тот, казалось бы, путь, который я уже прожил, у меня есть одно качество несовместимое с журналистикой. Я краснею на публике. Я вот сейчас зашел, покраснел, как-то... И это неистребимо. Я вот на семинарах, у меня есть товарищ, с которым мы вместе учились, и с которым сейчас работаем вместе. Он говорит, Эдуард, ну вот ты вот всегда красней. Сейчас я президенту с утра что-нибудь на планерах докладываю тоже и краснею. И вот я ничего не могу с этим делать, но некоторые говорят, что, ну, это даже хорошо, что у тебя еще стыд какой-то не прошел. Хотя я думаю, что стыдиться? Это же просто разговорная речь. С чего все началось? Я помню, в четвертом классе я писал в сочинении, что хочу быть журналистом, и так как-то к этому и двигался. И когда в восьмом классе я пошел в школу молодого журналиста, была такая при газете «Комсомольство Татарии», и при меня даже написали статью в этой газете, она называлась «Будем верить в чудеса», что, ну, этой журналистке казалось, что она, кстати, до сих пор работает журналисткой, и что, наверное, это чудо, потому что я там, если это случится. И, ну, случилось, и уже прошло. Я очень благодарен тому, что все это было, что это было интересно, захватывающе, но, в общем, я так долго, так рано начал мечтать о журналистике четвертого класса, что когда мне пришло время поступать, я не поступил на журналистику, а пошел на исторический факультет. Потому что одна наша девочка написала письмо тогдашнему международному обозревателю, очень влиятельному Владимиру Дунаеву, и он так и ответил, что если вы хотите быть хорошим журналистом, то идите на что-нибудь более глубокое. История, там, философия, филология, и так я и пошел. Это мне кучу вообще дало неприятностей, потому что это гораздо сложнее туда поступить, сложнее учиться. В итоге начались перемены в стране, когда ты поступаешь на один факультет, а заканчиваешь уже другой. Например, я поступал на общую историю, потом сходил в армию и думаю, а вот тут модные специальности появились, которые называются политология и социология. Я хочу на политологию. После армии то, что раньше называлось политологией, то, что раньше называлось в истории партии, переименовали в политологию, а то, что называлось научным коммунизмом, и за это приплачивали к стипендии вот этим двум специальностям номенклатурным по 15 рублей, в общем, я оказался на социологии, мечтая о политологии. В общем, я как-то промахнулся. Но потом понял, что, в общем, не так важно, чему ты учишься, а с кем, и вообще на что ты тратишь свое свободное время. И я его тратил в коридорах университета, там были первые телевизоры, и я подумал, надо рассказывать новости. И, наверное, это был предшественник этого сейчас универ ТВ, когда он вещал только на переменных коридорах, и мы там читали новости, и это мне было ужасно интересно. Потом это переросло в телекомпанию эфир, которая тоже напротив туалета во втором корпусе располагалась, и этим запомнилось, что тогда был самый живой, такой бьющий эфир, и все покупали эти антенны на Чаховском рынке, чтобы его смотреть, и это была, конечно, вершина зрительского внимания. Я заметил, когда ты меняешь работу и меняешь компанию, то тебя, когда ты работаешь на эфире, тебя не узнают. И когда ты переходишь на первый канал, тебе еще лет пять говорят, «А, это эфир», и, в общем, такая инерция существует. Ну, потом был первый канал, потом в Москву телеканал «Звезда», потом меня опять позвали сюда, где я оказался вот рядом с Рустамом Нургаличем, чему, в общем-то, благодарен судьбе за то, что это случилось, потому что это очень интересный человек, с которым очень динамично работать, который так восприимчив к новым технологиям, а вот это все, что в кармане и в руке, это же наш профиль, а ему это так интересно, что иногда он за нас делает всю работу. Поэтому вкратце вот так. Вообще мне хочется больше с вами поговорить, потому что… Да, вопросов будет, наверное, сейчас немало. Вот по мере того, как они будут появляться, вы давайте просто знать, чтобы, соответственно, микрофон из зала до вас доходил. Но вот раз уж начали про президента, если позвольте чуть-чуть подробнее, каково это работать рядом с президентом, что, собственно, за функционал такой про секретарь, да? Вроде все всегда вздрагивают, когда говорят, о, про секретарь президента. С другой стороны, вот что он делает, как идет общение со СМИ, как выстраивается работа, как с первым лицом, естественно. Кстати, как этот ритм можно выдержать, когда ты утром в одном городе, а вечером в другой стране? Вот чуть-чуть вот про это. Делиться приходится. Да, вчера вот он был в Египте, сегодня в Тунисе, и мы так, нам пришлось две группы соединять, чтобы одна вот в Египте, вторая в Тунисе, и чтобы процесс не прерывался, потому что успеть за ним одному человеку невозможно, ну и поэтому вот делимся. Работать, во-первых, приходится, пришлось мне научиться рано вставать, это в 5.40, мне нужно встать, чтобы прийти на работу, дайджест пресс, который уже, правда, вечером как-то составлен, его дополнить новыми вещами, которые произошли за ночь, и в 8 часов, при том, что в 7 часов он уже позанимался английским, и мы там где-то уже приходим, у него в день разгарь 8 утра, и мы приходим тоже, все рассказываем, что происходит, ну я краснею, все остальные нормально, и дальше уже начинается рабочий день, где все его мероприятия, не только его, но и мероприятия премьер-министра, имя Тимир Шарипча, наша пресс-служба закрывает, это значит фотограф, видеооператор и писатель, которые дают новость на портал, а оттуда уже все берут, вот так бегом, бегом, очень динамично, и Рустам Нургалич научил меня в своей оставшейся, в своей нерабочей жизни, просто когда все происходит очень медленно, это так непривычно, что ты невольно все эти события пытаешься ускорить, как-то расписать, чтобы сделать как можно больше, это тоже его стиль, это то, чему он нас всех приучил, и за что мы ему, в общем, сильно благодарны. А вот, кстати, не безинтересно, президент, он, средства массовой информации, ну, социальные сети оставим пока в стороне, средства массовой информации, вот он сам их прочитывает, провисывает, просматривает, или все-таки преимущественно на дайджест ориентируется? У него разные варианты, например, когда он летит, смолит, и долгий перелет, он может и непосредственно, ну, в основном электронные, а не те, что в газетах уже. Ну, то есть, ну, в электронном виде прочитывает сам, да? Знакомится с тем, кто что опубликовал, да, 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 и порой, когда дайджест происходит, то он говорит, дальше, дальше, то есть он уже читал, и непосредственно в этом СМИ, поэтому все нормально. Спасибо. Вопросы созрели, созревают, тогда еще один момент хотелось бы затронуть. Находясь в разных странах, с самого первого дня своей профессиональной деятельности, не только рядом с президентом, но и работая в качестве журналиста, телевизионного журналиста, находясь в самых разных странах, в самых разных ситуациях, встречаясь с огромным количеством людей, вольно или невольно вы делали фото зарисовки того, что видели, с чем он приходилось сталкиваться. Насколько я понимаю, это превратилось на каком-то этапе в еще в одном профессию, да, фактически, или хобби. Как это правильно назвать? Ну, наверное, это не профессия, денег это не приносит, но удовольствие, отдушину, и, в общем, это очень полезно, да, для того, чтобы не слишком погружаться в официоз, а иногда выходить и что-нибудь нащелкать. И вообще, я думаю, интерес к картинке у меня появился, когда я на первом канале, оператор снимает, и мне кажется всегда, что он снял что-то не то. Особенно я потом начал ходить, его показывать так с ними, так с ними показывать, потому что процесс этот такой единый, что ты не можешь быть от него как-то абстрагироваться. И потом я сам сел на монтаж, начал картинку уже сам собирать, и опять мне стало интересно, что он опять что-то не то снимал. На монтаже это понимаешь еще яснее. И вот так сначала с телевизионной картинки, а потом на фото, и слава богу, появились хорошие телефоны. Правда, начал я с Никона, чтобы и в Москве, когда жил, ходил на всевозможные курсы, чтобы понять, как это делать правильно. И там же начал снимать где-то 9 лет назад. Ну, сегодня уже персональные выставки проходят. Да, сейчас в Ратушу проходит моя выставка, которая называется «Пары», и там я собрал какие-то два объекта. Человек и человек, мужчина и женщина, мужик и деревянная женщина, голубь и еще один голубь. Ну, в общем, когда между двумя объектами возникает какая-то энергия, и мне это кажется вообще самым важным, что между двумя людьми, например, может родиться, может быть, это будет не очень долго длиться, но вот какая-то вспышка, какая-то искра, и мне интересно за этим наблюдать и потихоньку фиксировать. Ну, или не потихоньку, но когда потихоньку возникает, лучше получается. Это естественно и без позирования. Еще мне повезло оказаться в Свияшке в 10-м году с фотоаппаратом, когда там был пыль коромыслом и развлечением детей было прыгать через эти песчаные горы, ну, там раскапывали клавиатрубопроводы, газопроводы, водопроводы. И мне казалось, это так жалко, если это сейчас исчезнет, вот эти вот коренные перемены, которые на них свалились, когда в жизни они такого не было, а тут техника, камазы, пыль, ничего не видно. И я начал просто это фиксировать, чтобы это не ушло. А потом это... Три года я ездил, 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 фиксировал, а потом подумал, что какая-то собирается какой-то фотоальбом. Собрал фотоальбом и думаю, надо что-то написать. Я же журналист. Ну, и ничего не пишется. Потом думаю, ну, я же журналист, можно же дать другим слово. И пошел разговаривать с этими людьми, которые там жили, которых этот связь как-то задел, как-то зацепил, которых там частичку души как-то оставили. И начал разговаривать, и получилось такой, под каждой фотографией чей-нибудь монолог, который раскрывал бы... Смысл того, что там происходит, смысл того, что там происходило, и вообще его вот этот вот многослойный пирог трагический во многих событиях, которые его накрыли, но все заканчивается хорошо возрождением. И, конечно, когда говорят люди, это всегда лучше, чем когда говорит один человек. Ну, это опять же совет всем журналистам, потому что не вымучивайте, говорите с людьми, и они скажут лучше, чем мы думаем. Спасибо. Можно не смущаться, аплодировать, да? И я полноты палитры, прежде чем пойдут вопросы, я уже вижу, есть микрофон и руки. Еще одна деталь. Профессиональные журналисты, извините про секретарь президента, еще и краснеющие на публике. Вроде так все красиво и романтично, между тем была фраза, я это сказал, и вы проговорили, горячие точки. Вот уточните, какие именно точки, где вы работали, в каком качестве, когда? Ну, работал я везде в качестве корреспондента. Первый канал, когда были времена 90-е и 2000-е, там было такое дежурство, посылали там в Чечню, в Дагестан, в Ингушетию, когда там было неспокойно, и там мы три недели должны были дежурить, и поначалу это казалось страшновато, а потом ты поедешь, разберешься, привыкаешь, там этот городок журналистов, ты живешь в вагончиках, там ходишь на рынок, сначала в каком-то сопровождении, а потом, в общем, понимаешь, что это сопровождение ни от чего не спасет, и поэтому уже как-то проникаешься и становится интересно, становится... Ну, для любого журналиста, наверное, оказаться в другом месте и нетипичном, неблагополучном, это всегда такая находка, и поэтому мне было интересно. А больше всего мне повезло, когда в Афганистане при власти талибов, которые вообще журналистов, камеры, и СМИ истребили как класс, и было только, возможно, радиовещание с текстом молитвы. И как-то так случилось, небеса сложились, что они решили, что надо как-то ну, то есть, в общем, пиар себе сделать в мире, что не такие они звери, и поэтому они троих журналистов из России, это был вот я с Первого канала, видимо, моя фамилия сыграла роль, с НТВ-группы, и независимые газеты Аркадия Дубнова. Вот у нас вот эти две группы и один пишущий журналист, у нас мы по приглашению талибов поехали, и у нас был недельный, что сейчас называется, наверное, тур, а на самом деле такой тур, когда ты по бездорожью на этом каком-то Ниссане едешь, 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 и там нет дорог, там тебя трясет, это чтобы добраться до ближайшего города, там, скажем, Мазари Шерифа, вокруг ни одного столба телеграфного, электрического, и ты понимаешь, что это другой мир, другая планета, при том, что когда-то там было все достаточно близко, и насколько люди могут изменить этот край так, что он становится для жизни очень неприспособленным. Вот, с талибами неделю мы провели, из отеля не выпускали то, что мы снимали из окна автомобиля или какие-то точки, которые они определяли, но тем не менее мы проехали несколько городов, мы там ночевали в туркменских консульствах, потому что там особо негде было ночевать, и но простые жители, они до тех пор с большой теплотой относились к русским, к советским, и вспоминали то время, что когда были люди советские, то у них было, конечно, гораздо все лучше, комфортнее, и даже какой-то пилот самолета разбитого там Як-42 рассказывал, что вот он учился в Киеве, потом еще в Москве, и вообще как они любят Россию, Советский Союз тогда, поэтому это всегда большая находка, и там тоже снимать я впервые начал, потому что не снимать это невозможно, и эти прекрасные детишки, которые там в грязину, они с такими чистыми глазами на тебя смотрят, они рады, и люди дружелюбные, и в общем всюду жизнь, что называется, и Афганистан, вот та неделя с Толимом, потом я был там еще раз, когда началась антитеррористическая операция, уже против, в них тоже мне удалось побывать там дважды, и это уже новое впечатление, когда вокруг канонада, что спать невозможно, все так сдрагивает, но вдруг появляется откуда-то казан плова, ни у кого нет ложек, ты ешь его руками, как, наверное, положено его есть, и понимаешь, что это вообще вкуснейшее блюдо, которое тебе в жизни попадалось, и вот когда вот такие простые вещи, которые окажутся в непростых обстоятельствах и в нечеловеческих вроде бы условиях, и ты понимаешь, что вот это такая настоящая жизнь, в которой каждый журналист наверное должен в своей жизни оказаться, и это вот такой маленький удача, или там звездный час, или маленький, или большой, он уже решил потом, по прошествии, лет. Спасибо. Здравствуйте, Павел Вахрушев, магистр первого курса Эдуард Фаритович. Да, вижу. Вот у журналистов всегда много историй, веселых, иногда и не очень. Расскажите, пожалуйста, самую страшную историю из вашей практики. Самый страшный проплов и самый веселый тоже, потому что оказаться так, когда там американцы какие-то это было не близко, а, нет, плов был, это еще вторая часть, а первая часть, когда мы из Узбекистана на какой-то барже переплывали, переплывали эту реку, чтобы высадиться в Афганистане, проесть, потом на автобусе с пробитыми пулями, стеклами, мы ехали и так был жутко вот уже от этого автобуса, а подъезжаем к Мазари-Шерифу какому-то там подобию отеля и к нам выскакивают наши коллеги, которые работали на американцев и они буквально за пару дней как-то нелегально перебрались в этот Афганистан и все чумазые какие-то оборванные и они говорят ребята, куда вы приехали? Тут тюрьма, талибы, которые в тюрьме сидели, подняли восстание, вообще всех перебили и вообще беги, мы со стены этой тюрьмы прыгали, вообще уносите ноги, это вообще сейчас начнется в общем все, Мочилово там страшное дело и вот этот момент, который был конечно жутковатым и каждый какой-то звук посторонний нам сказал, сейчас талибы по улицам идут, всех стреляют и нас в первую очередь потому что мы журналисты. такая была первая ночь, она была сопровождалась вот этим нашим внутренним страхом внешней канонады, когда американцы каким-то не знаю, глубоко тяжелыми бомбами так бомбят, что это может быть это 50 километров твой отель вот так содрогается и твоя вот эта пружинная кровать тоже содрогается и ты еще думаешь сейчас еще талибы пойдут изо всех окон, которые сбежали из тюрьмы. Но потом появился плов и утром пришло талибы до отеля не добрались и как-то жизнь наладилась и в общем понимаешь, что всегда какое-то утро приходит но вот эти ощущения они запоминаются спасибо вот вот еще первокурсница Кристина Иванова пресс-центр КФУ Идар Тваревич в продолжении того страшного вопроса может быть если не секрет вы расскажете какую-то еще историю за что вам больше всего прилетало от президента в бытность вашего пресс-секретаря и в какой форме и второй вопрос вот после возвращения из Москвы в Казань есть ли что-то чего лично вам в Казани по сравнению с Москвой не хватает может быть учитывая ваши такие культурологические можно сказать наклонности в том числе этим моим наклонностям не хватает событий конечно поэтому я я пытаюсь их в свободное от работы время все время сам как-то генерировать вот вот фото выставку организовал сначала причем я подумал что в зале это хорошо но вот а если фото выставку сделать на строительном заборе это будет еще интереснее люди же просто ходят они думают что сейчас они переломают ноги а тут смотрят на таком решетчатом заборе пары и им хорошо им там у них там любовь или еще что-то в общем любовь на строительном заборе мне показалось это в общем прикольно и поэтому культура в массе как можно больше событий которых мне кажется казани часто конечно становится больше но нет предела совершенству а за что мне президент прилетал это не за что но он прекрасный человек лучший начальник и поэтому кончил секрет ну нет иногда снимешь а у него глаза закрыты вот поэтому я сразу много дублей хотя конечно в основном все сам снимает в инстаграм выкладывает и вы это видите но это уже по-моему каждый убедил что он сам укладывает потому что прямые трансляции ведет и ему же пишут там а приблизьте вот не видно вот ту красивую девушку он приближает и всем становится виду что действительно красивая девушка добрый день меня зовут Маркушина Юлия я студентка второго курса телевидения у меня такой вопрос как попасть на первый канал работать и вот о плюсах работы на федеральном канале мы знаем ну вот по-честному какие есть минусы а плюсы-то какие тебя все узнают популярность наверное ну первое что приходит в голову логично же мне кажется Дудя сейчас узнает больше чем ведущего какого-нибудь канала то есть плюсов практически нет я когда ушел с первого канала мне показал что телевидение вообще перестали смотреть нет ну правда телевидение это такая как и бумажная газета а вы смотрите телевидение да какой какие каналы дождь смотрю а первый а первый первый фрагментарно смотрю ну видите если вы будете вас возьмут на первый канал вас даже узнавать не будут получается фрагментарно если вы себя не смотрите смотря какая аудитория но более старше наверное будет еще пока ну вам это надо старшую аудиторию вам же надо чтобы молодые узнавали вас мальчики не обязательно девочки ну так все-таки как попасть на первый канал я попал места освободились и его предложил мир и предложили шат юноши аминова который был который вы сейчас знаете как тнв возглавлящего да и ваш преподаватель и он а он был моим начальником на эфире в общем он сам не захотел и поэтому меня предложил как как остальные максим шарфудинов он просто тоже на эфире хорошо работал и когда там нужен был ведущий на новости тоже его даже приехали тут отпрашивали чтобы на первых отпустили Тимур Сиразиев который сейчас в Лондоне корреспондент первого канала поехал устроился ищущих хороших журналистов везде не хватает поэтому езжайте предлагайте себя и ну никто 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 из тех кто поехал не пропал там и поэтому столько татарских фамилий и на НТВ и на России на звезде в общем везде наши люди потому что мне кажется есть есть у нас какой-то задор который и желание работать поэтому главное не стесняться ехать себя предлагать а минусы а минусы-то все-таки минусы это вот то что не все узнают а минус то что телевидение тебя уже не узнает мне кажется если будешь даже на центральном канале плюсы переходящие минусы так да сейчас же каждый человек из собственной СМИ и от него самого зависит как он может себя на Ютьюбе или на Инстаграме где-то преподнести и поэтому магии федеральных каналов мне кажется уже не та это не пессимизм это просто надо смотреть в глаза здравствуйте меня зовут Дарья учусь на первом курсе факультет журналистики такой вопрос если говорить о вас то у вас первое образование это преподаватель общественно-политических дисциплин второе вы знаете у меня только одно образование два образования второго магистратуры закончили в этом году вы школа бизнеса кфу а мб нет MBA да закончил вот и были ли у вас а что тут объектив какой-то мы раздавали откуда откуда есть гугл они учат бибдейту как находить спасибо работа с источниками это очень важно так вот вопрос были ли моменты в вашей жизни когда вам не хватало журналистского образования и нужно ли нам всем поголовно переходить на социологов политологов или все-таки современному журналисту нужно профессиональное образование не дергайтесь никуда не переходите когда я был в школе молодого журналиста и тоже какая-то приходила к нам преподавательница практикующая которая работала и сказала ну что вы журналистика может заниматься любой и для этого не обязательно учиться на журналистике я тогда тогда меня это слегка шокировало сейчас я понимаю что и глядя на тех кто иногда у нас работает в журналистике достаточно вашего интереса какой-то образованности писать без ошибок и читать книжки чтобы быть журналистом я так считаю и поэтому уж извините не обязательно иметь профильное образование но и дергаться не надо если вы здесь нормально учитесь главное работайте пробуйте себя везде а что у вас будет написано в дипломе вообще не важно моему сыну сейчас 18 лет и он он тоже например про учебу у него свой специфический взгляд который мне непонятен но я его принимаю потому что ну может вдруг они знают что-то больше чем чем мы и поэтому на всякий случай я вот с ним так уважительно отношусь к его точке зрения к образованию и что оно может быть возможно дома в ютюбе в библиотеке на каких-то онлайн курсах поэтому после того как я узнал что гугл амазон и эпл перестали спрашивать корочку о высшем образовании я вообще как-то расслабился на этом добрый день меня зовут коллайф Александр я студент второго курса телевидения и у меня такой вопрос вы вкратце вначале пробежались по вашей карьере первый канал там звезда а потом сказали что вы благодарны судьбе что стали занимать такую должность ну судьба конечно интересная штука но все-таки можно поподробнее по того как вы этого достигли но не каждый журналист имеет такую должность достигает таких должностей мне позвонил Андрей Кузьмин который тогда был руководителем пресс-службы и Рустам Нургалеевич тогда был назначен на пост президента нужно было закрывать премьер-министра какой-то тоже человек он говорит мне нужен зам давай приезжай хватит там ерундой заниматься ну ну я подумал ну почему нет в конце концов Казань Казань уже даже глядя из Москвы становилась местом где происходит событие где становится интересно и поэтому я вернулся о чем не пожалел и и считаю что действительно сейчас в некоторых точках силы в стране происходят дела поинтереснее даже чем столица и Казань это конечно одна из этих точек где мне где мне интересно здравствуйте меня зовут Шакирова Камила я студентка первого курса факультета журналистики и Эдуард Фаридович я хотела бы спросить хотелось бы узнать подробнее о плюсах и минусах работы пресс-секретаря ну минус тебя никто не узнает минус да минусов нет одни плюсы я всем рекомендую пожалуйста ранний подъем быть на чеку иметь уметь общаться с журналистами уметь общаться с начальниками чтобы их к журналистам подводить и как-то эти контакты налаживать быть на ты с соцсетями и ну и с телефоном или с какой-нибудь техник которые умеют снимать ну и иметь конечно интерес к этой жизни потому что тут же столько всего интересного происходит и в том числе и вокруг наших начальников и я вот про госслужбу однажды я уже входил в госслужбу в Москве у меня был период один год и я так быстро оттуда ушел потому что то место оно мне показалось настолько нединамичным и я для себя подумал нет я вот это не мое и я на этом ставлю в общем так за рук даю больше туда не ходить а в Казани оказавшись вновь на госслужбе я подумал что какие-то две большие разницы и как это может быть интересно динамично и это может быть реальные дела а не просто разговоры и бумаги и поэтому оказавшись на госслужбе в Казани я стал гораздо лучше думать о костчиновниках потому что потому что люди реально работают и часто очень гораздо больше чем все остальные ну и у них есть какое-то умение сосредоточиться достигать результата в каждом деле все-таки результат решает зачем ты этим занимаешься вот кстати еще один под вопрос поскольку о президенте заговорили вы наверное были свидетелем ситуации когда он про себя из СМИ а может и соцсетей но и средств массовой информации пока так скажем узнавал что-то неприятное ему вот каковы были эти реакции ну когда критикуют проще говоря да это негодование это шум это вот то самое в какой форме влетало или нет влетает за это или да нет я благодарю Рустаму Бургаличу что он очень терпимо относится к этому и то есть мы не оказываемся крайними за то что кто-то что-то написал даже если это неправда но это просто повод для того чтобы разъяснить разъяснить как на самом деле и это всего лишь руководство к действию то есть ничего личного и поэтому мне этот подход очень импонирует и я считаю конечно что это правильный продвинутый и ну такой мир открыт и даже если у тебя здесь под кабином стоит какой-нибудь все время пикетчик ну это жизнь она идет и у всех разные мнения и и о президенте и о работе и там и о госслужбе ну пусть расцветают все цветы мне кажется этот принцип в общем ему близок добрый день меня зовут Кристина второй курс телевидения нам упомянули о том что вы работали на горячих точках если я не ошибаюсь и вот исходя из вашего опыта расскажите вообще об этих тяжелых рабочих условиях наверное самый спорный вопрос есть ли ну вот на ваш взгляд есть ли вместо женщине журналисту на горячих точках спасибо Ольга Ившина BBC мне кажется нашла себя именно в горячих точках вы ее не приглашали еще? да она она забыла ну вот она мне кажется нет некоторые некоторые ищут где погорячее я не ищу мне так просто попадалось и слава богу сейчас горячих точек меньше по крайней мере в ближайшем нашим близости досягаемые поэтому я ящик а еще фильм тоже в Афганистане американская корреспондентка оказалась не помню название а вы туда хотите что ли нет нет ну я не исключаю что такое бывает но все-таки место женщина мне кажется не не под пулями и не там где горячо а если горячо может быть там она приготовила как что-то досталось духовке вкусно и там горячо такой очень правильный взгляд такой нет не домострой а просто это же гораздо безопаснее ты что обжигалась от духовки видите журналисты они уже могут что-то аплодисментов не слышно девушки задумали может быть может быть девушки против духовки может быть они за автомат калаш нет нет таких а вот вы вы за права женщины я смотрю в том числе добрый день меня зовут Кашапова Маргарита я студентка второго курса факультета телевидения и меня интересует вопрос бывало ли у вас творческий кризис когда вы говорите нет я не хочу быть журналистом пойду-ка я быть историком и что вы делали как вы от этого уходили историком никогда не хотел быть честно говоря кризисы бывали и поэтому наверное поэтому я вот ушел в фотографию время сейчас мне честно говоря писать не очень нравится поэтому ну не знаю творческий кризис мне кажется это не очень это не очень подходящее слово если ты творческий то ты просто можешь найти какую-нибудь другую дырочку где прилагать свое свое творчество а сидеть страдать депрессовать от того что у тебя крейс ты не можешь писать но не пиши пойди сделай что-нибудь там пол помой в подъезде курочку сготовь ну когда ты что-то делаешь например когда я учился фотографии мне тоже как сюжетов нет ничего а просто идешь берешь фотоаппарат выходишь на улицу и и начинаешь снимать и на тебя сразу какие-то сюжеты сами вываливаются и ты понимаешь что важно сделать первый шаг чтобы сюжеты сами тебя находили и кризис твой закончился просто от того что ты пошел что-то сделал здравствуйте здравствуйте я тут да привет меня зовут Гусейнов Булат студент второго курса телевидения вопрос такой как Рустам Многолевич научился пользоваться инстаграм просто как это происходило когда я учил бабушку сидеть в ватсапе это было немножко смешно если бы вашей бабушке Тина Камделаки учила может быть она быстрее вы поняла нет не знаю ну нет он же он и он и до этого все все гаджеты самые последние у него и он с ними обращается быстрее чем я потому что человек в душе очень молодой который любит все новое и современное который который первый в России настроил электронное правительство вот сегодня у нас был брифинг по поводу того госуслуги электрон в электронном виде и сейчас то что настроено у нас приходят какие-то федеральные вещи и они перестают работать потому что они хуже они не такие дружелюбные и поэтому такая проблема сейчас существует а у нас это давно есть это у нас уже все штрафы справки у врачей и запись на свадьбу давно давно освоено в электронных этих приложениях поэтому для него это не новость и ну освоить одно приложение еще инстаграм и начать фотографировать это просто дело там нескольких хорошего преподавателя и делать тренировки а так как он по утрам всегда тренируется из своего кабинета и это фишка которую у нас недавно приезжали московские гуру образования что нужно делать в соцсетях и они говорят вообще конечно нельзя выкладывать в соцсети одну и ту же картинку но есть одно исключение которым это разрешено это Рустам Бурганиш потому что это его фишка и то что он первый придумал сам нашел тему и ежедневно ее ведет ну вот сегодня из Египта правда было доброе утро Татарстан но в любом случае это то что то что он придумал то что ни у кого не было и то что сейчас все думают а как я то не додумался до этого а зато все жители кто сейчас кто находится вдали от родины всегда знают какая погода в Казани из этих да вы тоже узнаете да площадь свободы да 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 это самый надежный прогноз погоды от Рустама Маргаревича а мы в свою очередь через это получаем обратную информацию что например девушка встает очень рано так же как и наш президент потому что первое что она видит это его инстаграм да и ему и очень активно ему туда пишут с какими-то жалобами проблемы это все тоже идет в работу поэтому это такой неформальный канал связи который образовался и работает и в общем все из инстаграма начальники получают какие-то указания как ну что сделать ну что какие недостатки есть в их в их сфере поэтому это тоже такой канал обратной связи который конечно власти необходим и не всем хочется залезать там на электрон Торстан искать там кому что говорить поэтому в инстаграме проще написать мы мы только этому рады здравствуйте дарья чернист на 4 курс периодическая печать я хотел такой вопрос журналисты старшекурсники пошли журналисты люди не постоянно и постоянно прыгают с одного места работы на другую и вот я хотела спросить какой фактор все время способствовал вам поменять место работы это был больше вопрос денег или вопрос нового опыта я не могу похвалиться большим количеством мест когда я первого канала уходил после 12 лет работы я подумаю что-то там уже пересидел и деньги нет интерес потому что в 90-е годы вообще денег не платили как-то и мы все все работали за обещания каких-нибудь денег потом и интерес был масштаб и возможность как-то сделать мир лучше не без этого тоже не без этого тоже поэтому поэтому да можем даже не тратить время на аплодисменты сразу к вопросу нет нет пусть будут аплодисменты вот даже за постоянство вопрос то вопрос то серьезный чё журналисты такие непостоянные да и вы опровергли своим вот сейчас опытом нет она может девушка мил ввиду девушки вообще непостоянные поэтому это нормально пожалуйста пресс-центр к фуру финна гималединова эдвард париджи скажите пожалуйста это исходя из вашего богатого профессионального опыта какой или как вам видится медиа сфера будущего что вы можете об этом сказать спасибо ну как я уже говорил каждый человек это собственной сми без учредителей без суставных капиталов а просто с телефоном собственным взглядом любопытством и каким-то бэкграундом несколько прочитанных книжек по крайней мере чтобы за ним было и и тогда это уже сила я например уже на какие-то свои проекты там фотографические уже не достаточно соцсетей чтобы люди пришли чтобы и чтобы их было много и я понимаю что у вас у вас кстати есть мой инстаграм и подписан на меня это хай рулем да и фейсбук тоже так что вылком ну и кстати по поводу работы приходите к нам на практику и вообще познакомитесь как это заработать с президентом не надо девушкам не надо не надо приходите как есть у нас тоже расцветают все цветы поэтому у нас знаете какие-то хипстеры приходят иногда нет нет у нас был один пишущий который пришел к миша миронов сережкой такой нет какой-то времен походил второй нас писатель он любит без носков ходить но ничего мы же мы открыт для любых он очень модный да здравствуйте меня зовут соли хуфадель второй курс телевидения у меня такой вопрос как раз стиле юрий дудя которую вы оказалось уже знаете как менялась формировалась ваша зарплата в течение ваших трех работ начиная от телеканала эфир и затем первый канал и затем госслужба и что вы покупали на первую из каждых ваших зарплат на каждый из работ то есть больше такое что с первой большой какой-то зарплаты на новой работе там люди покупают что-то интересное не знаю большое новое вот такой вопрос на телевизионной зарплаты я не помню что покупал об она помню когда я собирался пойти на эфир и но еще не пошел туда а время было такое что магазинов еще не было но я помню что я оказался каком-то комиссионном second hand такой и там был пиджак такой такие были квадратики кожаные я помню мне нравится пиджак надо его купить потому что я скоро буду работать на телевидении и какой-то мне такая внутренняя уверенность была я пошел этот пиджак купил за 500 рублей и и потом оказался на эфире и в нем много эфиров провел как менялась зарплата в эфире в блок это средняя по тем на первом канале тоже была такая же сначала потом а потом ее как-то подняли как березовский по моему там когда был стало стало больше и я чувствовал себя хорошо и тогда пиццерия была на кремлевской джузеппе ну я каждый день теперь могу пиццы обедать вот это ощущение я помню что как-то как-то был прекрасно на госслужбе тоже было как-то среднее потом потом стало больше но это не связано ну просто мне должен поменялось есть стало больше такого ценного не знаю как-то как-то потратился на издание своей книжки про свияжка одной зарплат не хватило пришлось несколько вы всего друзья смотрите да какой любимый персонаж с кем он беседовал до а вот журналистами когда он там позднор там невзоров даренко грудью поскольку вот идет запись обожжу слышно я озвучу вопрос прозвучал так пошли бы вы сами дудю если бы он вас пригласил я из первого раза пошел пошел бы но мне кажется мне еще нужно кое-что сделать в этой жизни чтобы мне было что рассказать все таки эфир там длинный я спасибо вам что вы мне этот вопрос подкидываете я еще не иссяк потому что хороший вопрос он же всегда он же даже и отвечающего может натолкнуть какую-то свежую мысль на идею вот и поэтому не останавливайтесь здравствуйте меня зовут анастасия студентка первого курса журналистики факультета только что уже сказали про друзья исходя из этого вопрос могли бы вы назвать топ-3 самых лучших журналиста по вашему мнению прямо сейчас в россии россии венедиктов эх москвы он тоже у вас был ну дуть и последнее время невзоров мне кажется и вот вы его общение с дудем я даже подумал что а кто тут круче то в общем то еще вопрос просто не может быть менее активно сейчас но то что за ними им есть что сказать это конечно однозначно и и даренко тоже было что сказать все думаю так такие монстры которые еще который сейчас начали благодаря кстати соц сетям второе их такое происходит порождение как они возрождаются набирают сразу в телеграм-каналах своих кучу слушателей и это говорит о том что все-таки профессионалом есть профессионал меня зовут солдаева анастасия второй курс телевидения про женскую долю нет но близко всем нам известно что журналистам и телевизионщикам достаточно сложно построить личную жизнь в связи с нехваткой времени вечными перелетами вот эти вот всем может быть у вас есть какая-то формула как правильно объединять свою трудовую деятельность и личную жизнь не эту формула мне тоже сложно поэтому позанимайтесь журналистикой а потом не занимать занимайтесь семьей это вопрос к девушкам а мужчина а мужчина а мужчине совет просто найти такую девушку которая сразу будет не журналистка вопрос я сама хотела тоже задать на самом деле по природе своей мы журналисты кто мы ну ля-ля-ля жу-жу-жу мы профессиональные сплетники быстро что-то услышал передал но это просто потребность наша да вы сейчас находитесь на той позиции когда вот это вот ля-ля-ля жу-жу-жу-жу то и не идет потому что не все можно распространять внутреннего конфликта с журналистом внутри не возникает мне кажется мне было бы например очень тяжело скрывать какие-то ну не то что не до рассказывать какие-то интересные моменты которые за кулисами наблюдаете нет у меня короткая память я как-то сразу забываю и меня близки говорят ну что такое молчун мама там ты журналист в чё-то все ремонт все же понятно все и так ясно если кто захочет спросит а так я вообще звучал так вы нам все вообще рассказываете все конечно что знаете перевожу на волю такой простой язык искренне с нами хорошо что у лисан есть переводчик да искренность это одно есть качество который люди ценят и поэтому я его стараюсь как можно больше чтобы чтобы было больше поэтому мне нравится когда искренне люди у нас подходит к концу время мастер-класса традиционно в конце просим всегда нам что-нибудь пожелать сказать напутствие слова на просто может пару ласка может какой вопрос остался еще так сложно от себя говорить вопрос еще из зале нет по моему да или есть не ну хорошо тогда я желаю вам под ваши бурные аплодисменты я желаю вам любить жизнь быть быть любопытным и чтобы в глазах был огонь чтобы вам было все интересно а если не интересно то пойти что-нибудь сделать чтобы стало интересно ну чтобы кризис когда нагрянет пойти пол в подъезде помыть в этом тоже есть какая-то система вы делаете мир лучше вы же вам соседи будут благодарны они вам вы меняете пространство поэтому будьте любопытны меняйте пространство к лучшему вот у вас тут прекрасная обстановка это же вот вот эта парочка как-то изменил это пространство вам стало сюда уютно приходить у вас иногда бывают интересные спикеры и поэтому любопытство огня и и вопрос побольше чтобы чтобы людям когда нечего своему сказать задаешь вопрос и как-то беседа завязывается и как-то интерес становится и опять же искренние вопросы вам же искренне интересно какая у меня зарплата спасибо 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 Продолжение следует...